Всем привет! С вами Арсений Вергизов и сегодня мы продолжаем изучать FineReport, познакомимся с тем, что такое форма ввода данных, также познакомимся с подключением к базе данных, напишем пару простых запросов к базе данных и составим первую форму ввода. Также познакомимся с видами виджетов. Предлагаю долго не останавливаться на этом и перейти в нашу рабочую область. Итак, мы в рабочей области и у меня подготовлено две таблицы. Одна это наши клиенты и вторая это их реквизиты. Давайте добавим наши данные. Для начала нам необходимо определить подключение к базе данных. Делается вот здесь. Плюс. Мы указываем, что мы добавляем gdbc-коннектор, gdbc-подключение и переименовываем его. Назовем его lesson3. Прошу прощения. И далее мы указываем, что база данных у нас на подкрысе. Как видим, драйвер определился. Вводим хост, вводим порт и вводим имя базы данных, юзернейм и пароль. Отлично. Проверяем соединение. Соединение успешно. Закрываем окно и давайте напишем наш запрос к базе данных. Как видите, нужно выбрать базу и приступим к описанию. Напишем select. Так сказать, запрос дурного тона через звездочку, но ничего страшного. Видим, что поля подгрузились. Имя, фамилия, номер телефона. Но нас интересуют также и другие поля. Для этого давайте усовершенствуем наш запрос и добавим данные из второй таблицы join. И видим, что к нам потянулись теперь еще расчетный счет, банк и big. Итак, давайте укажем для них поля. Номер по порядку. День рождения. Банк. Расчетный счет. И big. Отлично. Выделим границы. Сейчас мы хотим просто посмотреть на наши данные. Давайте перетащим их и разложим их вертикально. ID. First name. Можно тащить по одному, а можно зажать клавишу shift и выбрать несколько. Например, выберем три, перенесем их в колонку и укажем, что они раскладываются слева направо. И таким же образом слева направо. Отлично. Наша таблица готова. Все поля соответствуют. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Итак, видим, что данные есть. Они отсутствуют у нас для Глеба Иванова. Также мне не нравится, что сортировка у нас немного сбита. Давайте мы сейчас это исправим. Так. Немного отверстаем поля для того, чтобы в них лазили. И укажем, что нам необходима сортировка. На вкладке Cell Attribute мы выбираем Add Main Sort Order и выбираем по возрастанию. Ставим строку для заголовка. Сделаем заголовок. Отлично. Выберем тему для заголовка, чтобы он был более опрятный. Окей. Вровняем немного Shift. Супер. Наш заголовок готов. Теперь давайте немного расширим поля. Ага. Отлично. Как видите, у нас снова началась старая проблема. Для этого перейдем на Page Setup и поменяем ориентацию на альбомную. Окей. Все. Наши границы нас не ограничивают. Итак, наш реестр клиентов заполнен. Смотрим и видим, что записи не хватает. И, например, нам необходимо их вставить. Как же это сделать? Давайте раскрасим заголовок. Посмотрим. Итак, как же настроить ввод данных или корректировку данных? Для этого нам необходимо перейти на вкладку Template. Data Entry. И, нажав на плюс, добавим Build-in SQL. Нам необходимо выбрать базу данных. Выбрать схему. И выбрать таблицу, из которой мы будем... Вернее, куда мы будем складывать наши данные. В моем случае это Fair Customers. Нажимаем на Smart Add Fields. И все поля добавлены. Теперь нам нужно определить, какими ячейками будут сообщаться эти поля. И мы просто простым нажатием указываем для каждого из полей ячейку. Указываем, что Primary Key – это ID. И, соответственно, такое же манипуляцию нам необходимо проделать для таблицы с реквизитами, так как это другая таблица. Нам необходимо, чтобы данные раскладывались в корректном порядке. Давайте переименуем и Entry Bank. Отлично. Делаем все по аналогии. Выбираем таблицу. Нажимаем на умное добавление ячеек. Отлично. ID, как вы понимаете, мы определили для одной ячейки. Она будет записывать сразу в две таблицы. И Customer ID здесь Primary Key. Теперь нам необходимо добавить виджеты, которые будут принимать значения. Это делается в правой части экрана. Необходимо перейти на Widget Setting и указать, что это текстовое поле. Отлично. И посмотрим Data Entry Preview. Как видим, у нас здесь появился Toolbar с новыми функциями, так как мы в другом режиме Preview. И мы видим, что теперь колонки можно редактировать. Итак, вернемся назад и отредактируем наш Toolbar. Делается это в Web Attributes на вкладке Data Entry Settings. Нам необходимо выбрать, что индивидуальный сетап для Toolbar. Удалим все старые. И добавим, давайте добавим, insert records, delete records, data validation and submit. И также добавим экспорт в Excel. Так как это реестр, возможно, нам необходимо будет кому-то его отправить. И укажем, что для редактируемой строки мы будем подкрашивать ее цветом. Нажимаем сохранить, смотрим и видим, что строка, которая редактируется, отображается светом. И также видим, что все вводится корректно. И нам необходимо нажать submit, чтобы наши данные записались. Валидация успешная и submit. Отлично. Успех. Наши данные записаны. Допустим, у нас есть ситуация, в которой мы ведем реестр клиентов, но мы не хотим давать доступ всем для его редактирования. Мы хотим избавиться от этой проблемы. Для этого мы создаем пользовательскую форму ввода. Давайте откроем еще один отчет. Давайте выделим область для заголовка. И новый клиент. Отлично. И немного разметим нашу область. Мы будем делать форму не слишком объемной и громоздкой для того, чтобы она была доступна и с мобильного приложения. Итак, здесь пишем фамилия, имя, дата рождения. Вставим границы. Отлично. Здесь будут располагаться наши поля ввода. Как раз таки выделим их. И немного причешем нашу форму. Итак, продолжаем. У нас есть по меньшей мере семь полей. Соответственно, номер телефона. Здесь будет располагаться банк. Отлично. И здесь номер телефона. Здесь мы оставим место для банка. Банк. И здесь у нас будет располагаться кнопка, которая впоследствии и будет отвечать за отправку данных в наш реестр. А вернее, в нашу базу данных, из которых берет данные наш реестр. Итак, сохраним. Прошу прощения. Customer Form. Save. Отлично. Видим, что шаблон абсолютно еще не закончен. Продолжим его редактирование. Поменяем шрифты. Немного увеличим. Размер текста. Выделим наши зоны границами. Выделим наши зоны границами. Отлично. И сейчас я хочу немного раскрасить наши формы. С придатей цвета. Отлично. Выделим по границам. И укажем для нее цвет. Видим. Давайте выделим. И это раскрасим белым, так как это наши поля ввода. Отлично. Немного сузим границы. Нам необходимо задать виджеты, которые будут отвечать за ввод данных для каждого из этих полей. Забыли двоеточие. Отлично. Эти поля у нас будут являться текстовыми. Дата рождения у нас будет являться датой. Нам необходим виджет даты. Отлично. Номер телефона. Здесь есть опция Mobile Number. Но мы оставим Text Field. Пока что. Для банка мы выберем Drop Down Box. Отлично. И настроим словарь сразу же. По примеру из предыдущего видео. Словарь настраивается одинаково. Видите, запроса нет. Нам необходимо его написать. Select. Distinct. Для того, чтобы наш словарик подтянулся, мы пишем запрос и сохраняем его. Видимо, значения подтянулись. И опять оформляем словарь. Data Query. И все видно. Отлично. Также здесь можно указать вводный знак. Давайте укажем его. Выберите банк. Отлично. Переходим к следующему полю ввода. Это у нас расчетный счет. Счет. Выбираем Number. И пишем подсказку. Введите 13-ти значный расчетный счет. Номер счета. Счета. Отлично. И также пишем, что это расчетный счет. Здесь у нас располагается. Здесь также добавляем Number. И мы указываем максимальную и минимальную длину числа. Вводим подсказку по аналогии. Введите. Восьми значный. Big. Отлично. И данному полю мы тоже назначим, что он не может быть пустым. Здесь укажем шаблон, по которому у нас будет происходить ввод, на который клиент будет ориентироваться или сотрудник, который будет заносить клиентов. Отлично. И оставим место для ссылки. Давайте добавим ссылку на наш реестр. Здесь можно выбрать New Window или диалоговое окно. Выберем новое окно и выберем наш Customers Dict. Это наш реестр. После заполнения мы сможем сразу проверить, записалось ли в базу данных наше значение. Выделим, объединим и подпишем нашу ссылку. Перейти к справочнику клиентов. Отлично. Немного раскрасим. Давайте добавим небольшую разделительную линию. Новый клиент. И нам осталось задать конфигурацию для кнопки. Еще раз выбираем, что это кнопка. И нам необходимо выбрать Custom. Название кнопки отправить. Кнопка будет служить отправкой. Выберем ярлычок. Мне нравится зеленая галочка. Все. Ок. Здесь мы можем указать какой-либо короткий путь нажатия на кнопки. Например, Enter или другой. Но нам это не... Для нас нет никакой нужды. Зададим цвета кнопки. И назначим ей действие. Добавим действие. Укажем, что оно инициализируется по клику. И в Drop Down листе мы выберем... Отлично. Commit to database. И по аналогичной ситуации. Как мы указывали в нашем реестре, нам необходимо указать все те же самые атрибуты. Указать ячейки. Только теперь это будет на уровне кнопки. Кнопки. Нам не интересует Customer ID. И также указываем. Отлично. Ну что, мы почти у цели. Давайте единственное объединим ячейки, чтобы это была одна кнопка, а не четыре. И посмотрим на превью. Наша форма сбора готова. Кнопка, как видим, реагирует. Давайте введем... Вергизов. Арсений. Укажем дату рождения. Мы добавляли сюда виджет календарь. Как видите, виджет работает. Выберем дату. Введем номер телефона. Банк. Банк. Выберем банк. Введем в расчетный счет. И нажмем отправить. Нажали отправить. Пришли к справочнику. Видим, что наша запись подтянулась в наш реестр. На этом все, дорогие друзья. Спасибо большое. И увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok